всем привет сегодня покажу как можно вкусно приготовить свиные почки конечно это очень такой специфический продукт многие не берутся готовить из-за того что имеет такой не очень хороший запах но если правильно приготовить то это очень вкусное блюдо получается я например использую почки когда готовлю мясную солянку это очень вкусно просто протушиваю почки ну как как подливку там кашем картошки можно ну и сегодня покажу как можно приготовить что первое надо ну вот у меня я купила два таких вот лоточка по две почки в сумме примерно 600 грамм получаются ну во-первых смотрите на то чтобы почки были такого красивого цвета красно-коричневый чтобы они не были скользкими там ну то есть чтобы свежими были вот и теперь давайте покажу так вот этот вот такой вот жирок я его убираю вообще почку разрезаю вот так вдоль пополам но я не дорезаю до конца сейчас я все буду показывать вот смотрите нужно было больше нож в принципе так вот так вот разрезали для того чтобы потом их будем вымачивать и они хорошо вот изнутри вот вымочились теперь вот этот вот жир я убираю вот это все вот так аккуратненько вот даже когда вот уже вот начинаю убирать этот жирочек вот запах такой не очень особо нет такого чтобы сильно сильно уже есть такой вот специфический запах так это все мы убираем вот это тоже я все удаляю так вот так после того как удар удаляем вот эти вот все жировые такие вот разветвления так после этого нужно хорошо промыть почки так еще тут немножко и затем я долго-долго вымачиваю воде можно вымачивать в молоке тоже молоко хорошо убирает запах так ну вот примерно вот так достаточно все убрали так и так проделываем вот с каждой почкой то есть остальные точки почки тоже вот разрезаем вдоль так вот жировую вот эту прослойку вырезаем как раз она вот и имеет вот в основном вот этот вот такой специфический запах не очень приятный так и после того как все почки мы почистим от этого жира разрежем очень хорошо промываем в проточной воде и так вот почки все почистили промыли под проточной водой и теперь я беру пищевую соду и вот каждую почку вот так хорошо присыпаем содой сода нам поможет убрать вот тот самый неприятный запах вот так вот в серединочку вот оставляю так следующую посыпаем вот и оставляем и так я проделываю это с каждой почкой и оставляю вот так вот в соде чтобы они побыли ну хотя бы 30 минут час ну хотя бы вот полчасика и теперь я беру пищевую пленку кстати я показывала видео я вот в китайском магазине на алиэкспресс вот приобрела такой вот пенал вот зубчиками очень удобно для пищевой пленки для фольги хранить чтобы аккуратненько ссылочку на магазин я в описании брошу и вот мы берем отматываем пленку необходимое количество накрываю вот натягиваем вот за счет вот этих зубчиков она вот хорошо и ровненько отрывается получается и вот так вот оставляем и так давайте откроем почки и вот видно такие они в соде и теперь нужно их хорошо промыть хорошо промываем вот каждую от соды уже такого запаха особо но еще немножко есть но уже поменьше и и теперь вот каждую промываю и оставлю их вымачиваться просто в воде все хорошо промыли теперь набираем водичку добавляем буквально одну столовую ложку уксуса может быть даже 2 здесь наверно больше чем литр воды давайте две ложки добавим 2 ну и вот таким вот образом вот первый раз я добавляю уксус и оставляю на часик затем через час эту воду сливаю снова добавляю чистую воду но уже без уксуса и так в течение где-то часов четырех наверно ну хотя бы вот раза четыре через каждый час вот я буду их промывать под чистой водой набирать чистую снова новую водичку и оставлять вымачиваться и так оставляем и так почки я хорошо вот вымачиваться видно даже по цвету они уже изменились и запахом в принципе уже никакого нету но я еще два раза один раз прокипячу их то есть доведу до кипения и пару минутах буквально водичку солью и еще один раз затем поставлю варить и так ставим воду на огонь закипеть и туда отправим почки ну вот водичка закипела и в кипящую воду отправляю почки итак мы первую водичку сольем затем снова поставлю закипятить и то же самое вот вторую водичку а затем уже буду проваривать запаха никакого не останется зато очень очень вкусный такой вот деликатес и так ждем водичка чтобы закипела вот видно такая мутная сразу вода стала вот так доводим до кипения вот видно сейчас уже начинает водичка закипать вместе с почками и появилась вот такая вот хлопья как пена это все мы вот сейчас закипит она это выливаем почки промываем и повторяем ту же процедуру второй раз то есть кипятим водичку в горячую воду снова погружаем почки и доводим до кипения а затем я их буду варить вот видно уже начинают хорошо кипеть главное вовремя прикрутить огонь тоже в принципе можно потому что пена подымается и может убежать на плиту нам этого не надо так прикручиваю огонь буквально минутку пускай прокипят потихонечку все выключаю и теперь хорошо промываю и снова то же самое провариваю то есть я это повторяю два раза и так получились вот такие проваренные вот два раза я проварила и хорошо промыла почки теперь складываю чашу мультиварки я буду проваривать мультиварки можно варить конечно и на плите если на плите то это будет где-то час точно проваривать нужно почки мультиварки я у меня мультиварка скороварка поэтому я буду варить 30 минут у меня режим и так почки есть водичку кипяченую добавляем буквально так чтобы покрыла почки смотря сколько вы варите сколько штучек все посолить по вкусу если вы не досолите ничего страшного потом потом уже когда будем доводить до полного приготовления я буду делать и сметанкой если вдруг здесь мало посолили потом можно досолить и так теперь это все отправляю в мультиварку и будем готовить итак закрываем крышкой крышку закрываю и ставлю клапан под давлением включаем мультиварку я буду готовить на режиме тушение здесь 20 минут добавим выберем и продукта мяса и время немножко уберем вот так 30 минут все и теперь ждем пока проварятся почки и так почки отварили они готовы и теперь их нужно нарезать я вот так вот нарезаю такими тонкими вот кусочками почки порезали теперь один соленый огурчик на это количество нарезаю кубиками такими вот небольшими кубиками вот вырезаем огурчик огурчик нарезали теперь ставим сковородку на плиту либо можно продолжать готовить мультиварки то есть включаем тогда мультиварку и ставим на режим жарить я буду дальше готовить на плите на сковородке уже включила и будем обжаривать почки и так масло уже прогрелась и добавляю сюда обжариваем на среднем огне хотите при желании можно добавить грибы и обжаривать вместе с грибами я буду делать без грибов в данный момент но с грибами тоже очень вкусно получается так теперь поперчить нужно перец по вкусу кто любит побольше пожалуйста кстати вот такую вот мельницу я ссылочку брошу в описании можно купить на алиэкспресс мне очень нравится очень удобно так теперь добавляю огурцы после того как прожарили почки и добавляю сметану примерно 3 ложки сметаны будет достаточно перемешиваем я почки уже попробовала они достаточно соли достаточно поэтому я не добавляю если вы чувствуете что мало то вот сейчас как раз вот самое время добавить соль вот и теперь это все протушиваю на медленном огне минут 15-20 можно прикрыть крышкой ну вот прошло 15 минут и в принципе почки готовы 15-20 минут примерно протушиваем все готовы и можно приступать кое вкусное блюдо получилось надеюсь вам тоже понравится этот рецепт полюбите очень вкусно готовится просто главное вымочить хорошо чтобы не было посторонних вот неприятных запахов а так конечно деликатес отменный всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой видео канал ставим лайк если понравилось пишите ваши комментарии буду рада пока пока